Родильный дом в Цхимвале работает в особом режиме. В целях безопасности пациентов запрещены все посещения. В гинекологическое отделение госпитализируют только экстренных больных. Как сообщил главный врач Роттома Мель Сплеев, ограничения носят временный характер и приняты с целью защиты пациентов. На сегодняшний день в Роттоме 14 пациентов. Трое из них – роженицы, другие лежат в отделении патологии. «Изолированы, находятся в одной-двух коечных палатах со всеми удобствами. И душевые находятся там. То есть боксированные палаты. И это, можно сказать, препятствует распространению всяких инфекций и тем более вирусных инфекций, которые сейчас мы и так боимся». По словам главврача, родильный дом отвечает всем требованиям по оказанию качественной медицинской помощи. Все помещения гинекологического и родильного отделения тщательно обрабатываются. По словам главврача, средств защиты персонала и дезинфицирующих составов в медучреждении достаточно. Регулярно проветривают помещения, проводят дезинфекцию. «Работа родильного дома строго в соответствии с карантином. Режим карантина мы стараемся соблюдать. В чем это выражается касательно родильного дома? Благо у нас новое здание, боксированные палаты, одно-двухместные. И я должен сказать, что все больные, которые находятся у нас, они изолированы. Мы соблюдаем масочный режим, категорически запрещаем посещение родственников». Не все посетители относятся с пониманием к ограничительным мерам. Медики призывают граждан республики, особенно будущих мам, без острой необходимости не выходить из дома. В случае необходимости проконсультироваться с врачом по телефону. Такая возможность есть у каждого человека. «Мы рекомендуем, чтобы меньше они ходили. Сейчас даже в амбулаторные приемы или женские консультации, чтобы дистанционно наблюдать и получать рекомендации. Конечно, это не предполагать, что все должны, но если необходимо, конечно, они приходят на обследование и обследуются в женской консультации». К усилению мер санитарной безопасности население должно отнестись с пониманием, каждый должен осознать всю серьезность ситуации и со всей ответственностью строго соблюдать необходимые меры безопасности. Только так удастся избежать распространения вируса на территории Южной Осетии.